Вопросы по ходу Вопросы по ходу Вопросы по ходу Вопросы по ходу И наши движения Довольно скромны еще В основном на территориях Украины Ну а также есть и в некоторых других странах Бывшего безбожного Советского Союза И других странах мира Допустим в Америке Это Харизматик Чорч Харизматическая православная церковь Некоторые другие церкви в Африке, Латинской Америке, в Австралии. Это те православные, которые объединены идеей, так или иначе, реформации, обновления церкви. И я, по милости Божьей, дружусь здесь, в основном в Украине и в России. И, конечно, также наша епархия распространилась на другие некоторые страны. Грузию, Молдову, Беларусь и Румынию с конца прошлого года. К нам присоединяются священнослужители, бывшие традиционные священники, традиционно румынской православной церкви. Вот вкратце, наверное, о нашей епархии. Вы можете поинтересоваться также в интернете, зайти на сайт нашей церкви, alivechurch.info, живаяцерковь.info. Или же в любом поисковой системе вводите Украинская Реформаторская Православная Церковь. Или же, вот вашу покорную услугу, архиепископ Сергей Жрулев. И попадаете на какую-то из наших страничек обычно. Либо где нас ругают, либо где нас варят, либо на нашей страничке. Реформация – это дело непростое. Да, апплиматура у РПЦ встречается сегодня по разному поводу. И, друзья, тему я очень такую непростую сегодня хочу раскрывать, поэтому приготовьтесь к работе. Мы работе очень благодарны. Наша душевная работа, наша умственная работа – это, на самом деле, это благостовенный, это Божье благостовение. По милости Божьей Бог нас создал людьми разумными, Бог нас создал людьми, которые могут принимать решения, которые могут учиться. Это благодать Бога. Он создал нас по образу и подобию своему. Есть за что Богу похвалить, есть за что Бога поблагодарить. И слава Иисусу Христу, друзья мои. И, конечно, я буду говорить об Израиле и Церкви. О Церкви христианской и об Израиле как народе и как государстве. Израиль и Церковь. Церковь и Израиль. Вчера, сегодня и завтра. В эти три вечера я, конечно, не претендую на полную раскрыть эту тему. Это очень огромная тема и очень ответственная тема. Я понимаю прекрасно, что сегодня я хочу, знаете ли, больше так вот популярно, в популярной форме вас заинтриговать этой темой даже по-хорошему. Очень хочется, знаете ли, как-то посеять какие-то, знаете ли, слова добрые, хорошие, которые заставят вас в дальнейшем искать материалы некоторые, думать, размышлять, молиться. Я очень надеюсь, что многие из вас слышали некоторые уже лекции на эту тему. Мне будет проще тогда говорить с вами. Допустим, может, слышали Бориса Саулыча Хрисенко, Израиль и Церковь, его материалы, его лекции. Потрясающие материалы. Я очень люблю Бориса Саулыча, мы с ним давно уже дружим, с 97-98 года. И знаете ли, и с того самого времени, когда я приехал в Украину, Украина моя вторая родина, где я как реформатор состоялся. Моя первая родина, это Россия, в Поволжье я родился. Уже впоследствии, да, и в России же я начинал служение в православной церкви, не в обновленческой, не в реформаторской, а в самой обыкновенной традиционно русской православной церкви. Да, в принципе, в Союзе другой и не было, как бы. Ну, была еще неофициальная катакомбля, но, как бы, информации никакой у меня не было об этом. Я был молодым человеком, который хотел служить Богу. И я хотел служить Богу в храме, который я очень любил. И помогал священнику, которого я очень уважал тогда. Это было в 88-м году. В самом начале 88-го начал самый трудовой стаж в Русской православной церкви. Это было в городе Орле, город Орел, Орловская епархия. Затем немного поработал в Московской области, городе Солнышногорске. Затем, как священник уже начал труд свой, сразу после рукоположения. В 91-м году это уже было. Это было в Рязани. Рязани и Рязанской области. А потом был священником в Брянской области. То есть, вот, как бы, центральная европейская Россия. Это то место, где я начинал свое служение. Но в 96-м году, я представлюсь просто, для информации. В 96-м году, по идейным соображениям, я и моя супруга, наша семья, мы вышли из традиционной Русской православной церкви. Я, как священник, объявил своему начальству непосредственному, что по идейным соображениям я не могу, я выхожу, так как я не могу, больше исполнять обязанности священника, приходского священника. Настоятеля храма, обязанностей, которые на меня возлагает моя динаминация, моя церковь. Что произошло? Как я дошел до жизни такой? Что меня побудило это заявить? Что побудило меня выйти? Что побудило меня, как бы, знаете ли, шагнуть в неизвестность? С насиженного места? Потому что мой последний приход в традиционном православии был приход, о котором многие священники, даже сейчас могут, мечтать. Это был большой храм. Это был храм, который почти никогда не закрывался. Это был большой дом церковный, это было большое уважение, большая круга, большие районы вокруг, которые знали об этом храме всегда. И знаете ли, что меня побудило? Словами Люти рассказать так. Соло скриптура. Только Писание. Знаете ли, что-то изменилось тогда во мне. И не только во мне. В моей жене, в моей тёще, в наших отношениях, в наших отношениях друг к другу, в наших отношениях к Богу вообще. Знаете, друзья, я с того времени, с того самого 96-го года до сегодняшнего дня, до сегодняшнего вечера, к примеру, я не молюсь никому другому помимо Господа. Я не молюсь, в этом плане я протестант, можно так сказать, православный протестант. Я не молюсь, допустим, святым умершим. Я оставил эту неправильную веру, как я понял это через Слово Божье, через Библию, и обратился к правильной вере в то, что есть един Бог. Написано 1-й постановник Тимофею, 2-я глава, 5-й стих. 1-я Тимофея, 2-5. Написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. И дальше говорится, предавший себя для искупления всех. И это есть благовестие, друзья мои. Сегодня я не ломаю голову над вопросом, какому святому молиться мне в какой нужде. Я знаю, один за всех, как было сказано уже, да, один за всех. Он пролил свою кровь, и все за одного. Ни в ком оно нет спасения. Апостолы Иисуса Христа в это верили. Ученики, первые ученики, первые христиане, они это очень болезненно даже так осознавали. Потому что даже перед угрозой смерти, они исповедовали своими устами, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. 4-я глава Деяния говорит нам об их мужестве, об их исповедании. И сегодня, 21-е столетие, братья и сестры, сегодня, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, сегодня мы также исповедуем ту же самую старую и одновременно новую, эту веру. Эту, знаете ли, веру, которая предана нам на самом деле не просто от отцов наших, а предана нам от самого Господа. Предана нам через Слово Божье. И я об этом тоже немного расскажу, конечно, по ходу. Сегодня, завтра, наверное, буду тоже об этом свидетельствовать. И знаете, друзья, и тогда на меня повлияли некоторые, в 96-м году некоторые люди. Не только Библия. К Библии обратиться к священнику, тогда традиционному православному священнику Сергею Жавлеву, помогла дружба и общение с некоторыми удивительными людьми. И общение с некоторыми православными священнослужителями, прорестивными священниками. Некоторые из них еще живы, некоторые уже вошли в вечность. И мне очень помогли книги Александра Меня. Очень помогли его друзья. Очень помогло общение с этими людьми. Очень помогли общение и дружба с протестантами. Я тогда познакомился, в 96-м году познакомился с протестантами. Это были пятидесятники. Один из них, он сегодня несет служение пастора, пресвитера в городе Сураже, Брянской области. Это Григорий Тельных. И в Брянщине очень много с этой семьи служителей. Они уже много, ни одно поколение уже служит Господу. И Григорий Тельных сейчас является пресвитером. И вот знакомство с ним, это было первое знакомство с протестантом, когда он мог побеседовать, пообщаться, выяснить некоторые несогласия или несогласия. Почему я такую предысторию рассказываю? Потому что, как православный реформатор, я часто обращаюсь в последние эти годы к теме Израильной Церкви, к теме антисемитизма. Почему? Потому что, думаю, что сегодня в христианстве это очень важная тема. Я думаю, что, не то что думаю сам лично, даже через Слово Божие я в этом убежден, что это очень важная тема. Потому как Господь, на самом деле, Он грядет. Об этом уже было сказано здесь, сегодня. Господь грядет, и мы ожидаем Его пришествия. И перед Его пришествием должны совершиться некоторые особые деяния, особые события должны произойти. И одно из них, из этих событий, это удивительное обращение народов. Иисус говорил, о нем было сказано, он был праздник в Средине, да? Иисус ест свет в просвещении всех народов. И Он ест славы народа своего Израиля. Первая часть прощества уже исполнилась фактически. Сегодня трудно найти народ, где бы так или иначе не было бы проповедано Слово Господне. Где бы об Иисусе Христе ничегошеньки не знали. Сегодня, даже в самые труднодоступные такие регионы нашей планеты, Слово Божие приходит. Но и вторая часть прощества уже исполняется. Начала исполняться, на самом деле, в 20-м столетии, наверное, особенно, исполняется вторая часть прощества. Что Иисус ест свет в просвещении народов, и слава народа своего Израиля. Иисус Христос... Да, проверьте камеру, пожалуйста. Да. Он есть, на самом деле, слава народа своего Израиля. Сегодня здесь мы собрались, верующие очень разных, ну и динаминаций, да, одно, церквей, но и национальностей. Слава Богу, интернациональная церковь. Я думаю, это мечта Бога. Но, я думаю, в сердце Бога еще удивительно обращение еврейского народа, обращение евреев. Это, на самом деле, было сказано уже об этом здесь, да, что Господь, должны сказать однажды, евреи как народ, как нация, благословен грядущий во имя Господня. Это удивительное событие не за горами, друзья мои. А христианский антисемитизм, все это здание огромное христианского антисемитизма, строилось на ложных некоторых пророчествах, на ложных откровениях, которые на наших глазах просто рушатся. Но по порядку. Давайте помолимся, друзья, можно так же сидя, обратитесь к Нему, поговорите сейчас с Ним. Попросите сейчас мудрости от Господа. Отец, Бог наш, сущий на небесах, я благодарен Тебе во имя Иисуса за этот вечер. Благодарен Тебе за начало субботнего дня, начало шаббата. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты собрал здесь нас в общине Божьей, в мессианской общине. Собрал нас верующих разных национальностей. Боже, и хотя среди нас может не так много евреев по крови, но по нашей общей вере в Тебя мы являемся наследниками великих благословений Библии. Великих Твоих благословений. Боже, спасибо Тебе. Благослови нас сейчас, сегодняшним вечером, прикоснуться к тайне истории Церкви, истории Израиля. Помоги нам научиться, чтобы не грешить пред Тобою. Помоги нам, Господь Всемогущий. Умудри нас, Господь. Без Тебя, потому что мы ничего не сможем сделать. Я благодарен Тебе, нашему Учителю, нашему наставнику, Христу. Ты присутствуешь сейчас здесь. И рад приветствовать Тебя, Господин Субботы. Сегодня Твоим присутствием освящено, Господь, это собрание. Благослови нас, коснись каждого из нас. Боже. Иешуа, Иисус, 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 Иисус. Боже, с благоговением миллионы и миллионы людей превозносят Твое имя. Исполнилось библейское пророчество. Тебе дана вся власть на небе и на земле. Пред Тобою всякое колено слоняется небесно, земных и преисподних. Спасибо Тебе, Господь, драгоценный. Спасибо. Ты есть свет к просвещению всех народов. И Ты есть слава народа Твоего, Израиля. Благостави Израиль сегодня. Благостави, Господь. Израиль как государство, Боже, хрупкой, этот хрупкий мир сегодня сохрани. Благостави, Иерусалим. Благостави сегодня всех благоставляющих народ Твой. И проклини всех проклинающих народ Твой. Боже, Слово Твое да исполнится, Боже. Всякое оружие сделано против народа Твоего, оно будет неуспешным. Боже. Аминь. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, так вот, продолжая тему церковь и Израиль. Израиль и церковь. Я упомянул из истории такой факт, что все здание антисметизма, антисметизм, то бишь ненависть к еврейскому народу, это хроническое заболевание исторического христианства, оно строилось и продолжает строиться на ложных пророчествах. Эти пророчества звучали в 4-м столетии, звучали в 5-м столетии, в 6-м столетии. То есть тогда, когда историческое христианство уже вышло из-под поля, после 3-х столетий, 1-х столетий гонений, знаете ли, да, все больше или меньше слышали об этом, читали что-то, видели фильмы, что первых 300 лет верующих, наших самых старших братьев и сестер, верующих в Иисуса Христа, мессианских евреев, христиан, из язычников, из разных народов, очень жестоко преследовали римские власти. Мы знаем о Нероне, мы знаем о других гонителях церкви, мы знаем о Колизее, мы знаем об этих ужасах, осадах Нерона, мы знаем о последующих императорах, мы знаем о Диоклетиане, последнем таком яром гонителе христиан, который уже хвастался даже, в начале 4-го столетия он хвастался, что истребил вообще христианство, сохранилось даже в архитектуре этот документ. На территории нынешней Франции, в Галлии тогда, провинции, была построена арка триумфальная в честь этого тирана. И перечислялись его победы и заслуги, там, допустим, покорившие такой-то народ, захватившие такую-то территорию, там и прочее, прочее. И среди титулов и заслуг своих он приказал написать, что он уничтожил христианство. Буквально по латыни, на латинском языке звучало, ну, буквально в переводе с латинского звучало так, уничтоживший суеверие о Христе. Он считал, что с христианством покончено. Он считал, что он массированным таким ударом уничтожил христианство. Да, на самом деле, очень были жестокие гонения. Тысячи и тысячи христиан сгорали на кострах этих гонений. Это не передать. Когда мы обращаемся к страницам истории, мы видим просто ужасающие факты, знаете ли, таких изверств. Но церковь выстояла. Слава Богу, церковь выстояла. И Диоклетиан закончил свою жизнь, выращивая капусту у себя на даче, будем так говорить, мирным таким дедушкой. Но он уже старым человеком, он видел, что все его победы оказались ничем. Христиане, они выходили из-под поля на его глазах. Христианские церкви легализовывались. Это было в начале 4-го столетия. Тысячи христианских церквей легализовались по всей необъятной Римской империи. От Великобритании до Ирана, Ирака, Индии, Китая. От чуть ли Скандинавии до Африки, африканских провинций, порой даже до центра Африки доходили эти территории, где легализовывались христианские церкви, строились тысячи и тысячи церквей. Время свободы, оно удивило очень многих в империи римской и за пределами этой империи. Оказалось, что во многих городах Рима, Римской империи, до 10% населения это христиане. И это в условии конспирации. Порой строжайшая конспирация работали братья наши. Нельзя было собираться на больших собраниях. Даже подобное собрание могло закончиться арестом. Знаете ли, легко было выявить. Первых 300 лет церковь фактически постоянно развивалась за счет сети конспиративно таких домашних общений, домашних групп. Когда Ральф Нейборн, он говорил о ячеечной структуре церкви, то многие в свое время его критиковали, некоторые даже известные в христианстве лидеры, и говорили, Ральф, ты что-то новое влагаешь в души наши. Но он говорил, господа, позвольте, это хорошо забытое старое. На этом церковь строилась первых 300 лет. И что, мы свой опыт же отвергнем сейчас, в наши дни? Ему говорили, но сегодня Америка свободная страна, нам не нужна ячейка. Зачем у нас есть возможность собираться в капелла, собираться в храме, в костеле, в молитвенном доме, свободно? Но он сказал, вы не поняли. Есть кое-что, что мы не учитываем сегодня с нашим менталитетом. Знаете, церковь очень много потеряла, отказавшись от еврейских мозгов. Церковь очень много потеряла, отказавшись от еврейского прочтения Библии. Церковь очень много потеряла, отказавшись от еврейской культуры в своем основании. Потому что, знаете ли, вот это понимание межпаха, понимание общины, понимание вот этой дружбы, понимание вот этих тесных общений. Церковь, превратившись в такую структурную систему, в храмовое служение, потеряла вот эту любовь первых столетий. И Ральф об этом очень хорошо пишет, кстати, рекомендую. И это откровение, которое взорвало, кстати, и Южную Корею. У, насколько я знаю, у Йонг Вичо, у многих других лидеров Южной Кореи, кстати, здесь много представителей корейского народа, слава Богу, за Корею. Сегодня мы благоставляли Кореев на рынке, в ресторанчике, слава Богу. Да, хорошая еда корейская, знаете ли, замечательно, хорошая кухня корейская. И, я, наверное, в душе тоже корейца. Да. И, знаете, и у Йонг Вичо, у других известных корейских служителей, именно откровение есть, то же самое, что было у Ральфа тогда. А именно акценте на вот такие ячейчные структуры. И, кстати, это очень сильно помогло во многих регионах нашей планеты христианство не только выжить, но и распространяться по сей день. Возьмите коммунистический Китай, который, так и остается, по крайней мере, коммунистическим. Возьмите другие некоторые регионы, где очень трудно христианским общинам развиваться. Они, благодаря ячейчной структуре, хорошо могут развиваться там, слава Богу. Хорошо, это отдельная тема, конечно. Это один из примеров. Церковь много потеряла, отказавшись от своих еврейских корней. Евреи очень много потеряли, лишившись церкви. Мы все пострадали. Будем так говорить, как, знаете, в разводе нет выигравшей стороны. Все равно признают психологи, да, больше или меньше, но обе стороны страдают. И при разводе все страдают. Хотя даже могут люди говорить, о, мне хорошо, я выиграл от развода. На самом деле, вот эти шрамы, знаете, вот эта вот трагедия, которая разыгралась, она коснулась всех в семье. И есть выход какой? Бог, воскреситель наш. Он есть воскресение и жизнь наша. Он оживляет нас. И Бог хочет снова, вот эту вот, знаете, первую эту любовь воскресить нас, вернуть нас корням нашим и евреев и неевреев вместе под одним покровом собрать. Как птицы птенцов своих. Удивительно, друзья. Кстати, у нас здесь элементы как раз шабата. Есть хала. Две халы, как положено. Я вижу, вы так наблюдаете за правилами. Есть разные объяснения, почему, ну, проще говоря, вкусные такие плетенки. Значит, булочки такие. Значит, и почему две? Есть разные объяснения, почему они плетенные. Есть куча всяких объяснений. У разных хравинов, можно по-разному прочесть, очень интересно. Но есть такое объяснение мессианских хравинов, мне очень нравится оно. Означает евреев и неевреев. Бог хочет вместе нас под своим покровом просто-просто сохранить, благоставить. И это правда. В новозаветном понимании Иисус, Он пролил Свою кровь за всех нас. Его еврейская кровь была пролита и за меня, и за тебя, и за каждого из нас. Евреи и неевреи. Удивительно, конечно. Друзья мои, на каком же... Так вот, я историческую такую справочку немного дал, что церковь стала из-под поля выходить, и она стала распространяться уже легально. Но в это время церковь ждала очень серьезные испытания, которые, к сожалению, тогда христианство не прошло доблестно. А, к сожалению, позорно завершилось... этот экзамен завершился. Церковь попала в очень серьезные проблемы. Одна из мегапроблем тогдашних церкви, это цезарепапизм. Слышали такое? Цезарепапизм. Если пишите, пишите. Цезарь это царь, папос это отец. Светская и духовная власть. Цезарепапизм. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. И церковь попала на самом деле в эту рабскую зависимость. И те негативные моменты, которые были в церкви, те некоторые духовные заболевания, которые имели место в церкви, но эти заболевания протекали незаметно, они все на уши вышли, эти проблемы. Очень многие. На примере человеческой судьбы скажу, мы все вроде бы одинаковы, но, как говорят, хочешь проверить человека, дай ему денег немного, посмотри на ему реакцию, как он реагирует на деньги, как он реагирует на власть, хотя бы даже небольшую, хотя бы даже одну улочку, эфрейторскую дай. Но посмотри, что с ним делает какая-то небольшая даже власть. Пусть даже небольшие деньги. В мире мы можем видеть разную реакцию. Кого-то трясет буквально. Очень нездоровая реакция, когда руки трясутся у человека даже от небольших денег. Американцы говорят Gold Rush. Золотая лихорадка. Хорадка от золота его трясет уже. Это очень нездорово. Он может от рукой и револьвер достать потом, и что угодно сделать, и нож с тебе в спину всунуть. Поэтому они очень осторожно беседуют с теми людьми, старая кавбольская мудрость. У кого от вида золота, руки трясутся. Лучше первый револьвер доставай. Вот. И, знаете ли, я был в Калифорнии, был в музее золота, и там очень много интересного для себя, для проповеди взял. Много тем интересных. А сокровище настоящим и сокровище ложным. И как люди реагируют на золото, как люди реагируют на богатство. И на самом деле, друзья мои, церковь, к сожалению, не прошла проверку тогда. Но я говорю, церковь не просто как некоторые личности, а в целом, в массе своей, были разные люди, были те, кто доблестно прошел проверку. Безусловно, не всех под одну гребеночку шерстью сейчас ем. Знаете ли, были разные люди тогда и сейчас, все мы разные. Но есть некоторые общие принципы. К сожалению, большинство лидеров христианства тогда, большинство, даже подавляющее большинство, не прошло проверку властью и деньгами, короче. Властью и деньгами. То, что не могли сделать гонения римских императоров, вот такие вот, знаете, тюрьмы, заключения, убийства, угроза смерти, пытки. То, что не могли сделать костры, смогло сделать золото, смогли сделать гордыня, похоть отчей и гордость житейская. Знаете, удивительная история. У нас просто мало времени, чтобы так вот эту тему поглубже копнуть, но, поверьте, примеров более чем достаточно в этот период времени. К сожалению, приходят часто краснеются наши братьев тогда, которые говорили от имени церкви Христа. Были герои веры, такие, как, допустим, тот же самый, ну, в конце концов, кого назвать, Афанасий Александрийский, в конце концов, лидер североафриканских христиан, который принципиально сказал нет властям, в частности, императору Константину, когда тот потребовал от церкви не только Кесарева, но и Божьего уже. И были, да, слава Богу, такие, как, значит, этот служитель, которые заявляли, что Кесарево Кесарева, а Богу Божье. Но, к сожалению, чаще всего люди попали в такую зависимость. Что к чему-то привело? К тяжким последствиям. В христианстве уже наблюдались нездоровые процессы некоторых к тому времени. Антисемитские такие поползновения. Были служители такие, ну, мы, думаю, понимаем, да, что к тому времени большинство обращенных в Иисуса, большинство христиан были уже неевреи. Это не то, чтобы первое поколение христиан, первое поколение верующих, где были все мессианские евреи, да, первые десятилетия потом, появляются неевреи. И даже у наших братьев старших были сомнения, мы читаем об этом в Деяниях, да, как принимать ли неевреев, вот таких не кошерных, вот таких вот не обрезанных, но на которых уже Роха Кадош сошел. Дух Святой уже на них сошел, представляете? Как бы Петра еще там сканировали. Петр, мы уважаем тебя, но будь добр, выложи, расскажи нам все от начала до конца, а мы порассуждаем. Ты не обижайся, но мы будем рассуждать. И после долгих дебатов, не так-то просто было, многим братьям, уверовавшим, ревнителям, знаете ли, тогдашним хасидам, признать, что не евреи, они такие же братья. Да, не кошерные, да, у них там много всяких проблем, и вообще там такое, что не разберешься порой в них, но Дух Святой сошел на них, без всякого объявления. Ну, объявлением было, было пророчество, да, но они не думали, что оно вот так вот исполнится. Они же думали, придут эти неевреи, они обрежутся, они станут кошерными, ну, более или менее, они как-то все-таки как-то войдут как-то в народ, в тело, да, народное. И, как бы, знаете ли, и потом уже они получат, после там какого-то испытания, может быть, Духа Святого. Но Дух Святой по-другому стал действовать. Он поторопился, казалось бы, нет, Он не поторопился. Он показал кое-что, что не делами закона оправдывается пред Ним человек. Он показал очень многим кошерным, что настоящая кошерность, это не просто, знаете ли, купить правильную булочку, да, и положить не бекончик на нее, а что-то еще. Нет, кошерность настоящее, это что-то другое, что, оказывается, Бог смотрит на нечто, на другие какие-то вещи. Не перечеркивая прошлое, Бог открывает как бы новую страницу истории, абсолютно новую страницу истории. Удивительно, на глазах поколения произошла настоящая революция. Без пушек и ружей, да, без кровопролитий, казалось бы, но революция идеологическая. Революция вероучительная, реформация, революционная реформация произошла. И здесь, конечно, одну из ключевых позиций занимал Павел, апостол Павел. Ревнитель, чистый по закону, который все почел счетою ради познания Мессии. Он гнал Бога, думая, что служит Ему. Господь остановил его, и он воскликнул, ослепленный уже, Господи, кто ты? И, знаете ли, Господь проговорил ему, он есть сам Иисус, Иишуа, которого ты гонишь. Друзья мои, удивительные события происходили в книге Деяний, но по мере того, как церковь наполнялась язычниками, не евреями, церковь ждала новое испытание. И это было испытание через сто лет, чуть больше, сто лет прошло после Иисуса. Во время гонения еще были такие уже поползновения, к сожалению. Был один епископ римский, который заявил, что, мол, давайте будем отличаться от евреев. Давайте мы, по крайней мере, Пасху будем праздновать в другое время, не с евреями вместе, чтобы римские власти при случае, они могли видеть, что мы не евреи, евреи не мы. А если они не евреи в злые власти, пусть они с евреями сами разбираются, но они будут видеть, что мы не евреи. У нас Пасха в другое число. Но все говорили, Виктору, этому епископу, что мы приняли из Писания 14 Несана, какую-то дату предлагаешь. Он говорит, давайте мы вот на ближайшее воскресенье перенесем. Тем более, что в империи это день гуляний, день, знаете ли, выходной. Людям, людям это, римским властям это будет очень приятно, что мы вот так вот, знаете ли, вот, значит, ну такой подхлемаш такой, какой-то религиозный совершенно такой, поближе как бы будем к ним. Но это не спасло церковного гонений. Когда начались гонения власти и евреев, и неевреев, и христиан, всех опять гнали. В общем-то, мало помогло это, эта хитрость. Мало помогла эта уловка. Но, знаете ли, это предложение римского епископа, римского папы Виктора, оно напугало очень многих служителей тогда. Ну, заставило задуматься над этим вопросом. И большинство епископов тогдашних написали ему протест. Заявили, что это недостойное поведение служителя. Они заявили, что вот так вот, Божье слово, Божьим словом, жонглировать это недопустимо. Что нельзя поступать таким образом. И как бы ради выгоды, сиюминутной политической выгоды, допустим, да. Как бы ради своей шкуры безопасности на какое-то время нельзя вот так отказываться от вечного установления опасья. Но Ириной Леонский в этот спор также влез. Он написал письмо примирительное такое, между одними и другими сторонниками, ну, артисемитами, Виктора помощниками, и остальными епископами. Ириной Леонский написал, французский этот великий проповедник, написал следующее, что, братья, давайте в этих сложных условиях жизни, в это время гонений, давайте не будем раздувать сейчас этот огонь. Если Виктор хочет праздновать в другое время, показывая свое нееврейство, то пусть он будет как бы прав по-своему. Давайте ради этого не будем ссориться. Ну, а все остальные останемся на библейских позициях. Ну, порешили, так и бывает, пусть Бог откроет Виктору, малазиатские епископы написали, пусть Бог им откроет, значит, вот, что он, у него проблема, задушнения такие. Этот спор, казалось бы, мелочь, да? Казалось бы, на первый взгляд. Он потом очень сильно повлиял на последующую историю церкви. Он показал, что есть гнильца в теле Христа, есть какая-то болезнь, она бродит, какая-то болезнь определенная. Имя этой болезни антисемитизм. И когда церковь вышла из-под поля в течение второго столетия, эти нездоровые вещи, они получили свое развитие. Потому что власти римские, они были, хотя уже как бы христианскими назывались, но они были явно антисемитскими. Вспомним Елену императрицу, вспомним императора Константина, жутких антисемитов, людей, которые до мозга костей ненавидели еврейский народ. Которые считались своими подданными, но самыми негодными подданными. И император Константин, строив новую вертикаль власти, созидая империю как бы на новых началах, но, как говорится, новые штаны, но со старыми заплатками. Дело в том, что он эти традиции антисемитизма пронес в свою эту новую государственную структуру. Иллюстрация есть интересная. Письмо императора Константина, значит, к церквям, ко всем христианским церквям империи. Письмо, мы не знаем, были ли ответы. То есть, в общем-то, там письмо даже не подразумевало, что он просит какой-то ответ дать. Возможно, что были ответы. Возможно, но я не нашел до сих пор даже упоминания об этих ответах. Но письмо было открытым. Сотни писем этих экземпляров переписывались и по всей империи распространялись по всем церквям. Они должны были зачитываться в церквях. Не во всех церквях, но в большинстве церквей они были зачитываны. Почему не во всех? Потому что не все церкви стали государственными церквями. Были как бы нерегистрированы, проще говоря, чтобы было понятно, как в советское время, да? Было регистрировано вратство, допустим, баптистов, писятников, православных. Были нерегистрированы такие подпольные, как бы, такие течения. Вот одного из таких братьев, очень уважаемых, я имел честь и возможность много раз выслушивать лично и общаться с ним. Недавно он ушел в Вечность, не так давно. Это Иван Петрович Федотов, епископ писательского братства. Может быть, читал его книгу, потрясающую книгу. Одну из лучших, что я прочитал вообще в моем христианстве. Называется «Встать, суд идет». Потрясающее свидетельство брата. Я когда прочел эту книгу, я загорелся просто мыслью. Я понимал, что он уже старый человек, уже скоро уйдет. И мне очень хотелось с ним лично увидеться, лично пообщаться, лично помолиться. И просить его, чтобы он болился за меня. Иван Петрович Федотов, да? «Встать, суд идет» называется книга. И знаете ли, и мои мечты эти исполнились. Мои молитвы плохо слышал. Он дал возможность быть там в Малой Ярославце, когда видеть уже человек, уже, будем так говорить, слабым физически, но сильного очень духом. Настолько сильного, что это было не передать. Я увидел гиганта, который был уже дряхлым стариком, будем так говорить, как бы, да, по-нашему, по-земному. Но внутри он был очень крепким человеком, стержнем таким. И Иван Петрович, он, я даже не просил, просто в руки Бога отдал. У меня была мечта, чтобы он помолился за меня. Благоставил мое служение. И после общений он сам сказал, я хочу помолиться, чтобы Бог сказал нечто. И он мне это сказал, прочество. Потом были еще общения, еще молитвы. И, знаете ли, это были потрясающие для меня дни. Человек, живая легенда. Вот на этом примере хочу проиллюстрировать. Были те, которые не шли на сделку с властями. Были те, которые, они молились за власти. Они молились за брежневого того же самого гонителя. Они молились за власти. Благоставляли их, не проклинали. Они не желали им зла, там, значит. Они, например, молились, Бог просвети их, хочет им все. Но отказывались выполнять безбожные постановления этой власти. Которые были на лицо безбожными. Власть, порой, требует сверх того, что в ее юрисдикции, мне надо говорить. Апостола Христа, первоученики, очень мудро сказали, да? Справедливо ли перед Богом вас слушаться больше, нежели Бога? Есть, конечно же, возражения. Но мы все, как бы, винтики одного механизма. Государственного, допустим. Но, друзья мои, я могу много примеров таких привести из истории церкви. Что все-таки того же самого Джона Буньяна, допустим, да? Значит, многие других братьев, которые в этих вопросах показали, на самом деле, непоколебимую веру. Непоколебимую веру во Христа Иисуса. И наша вера будет испытана однажды. Каждого из нас. Вера каждого из нас. И, друзья мои, братья, сестры, вот когда церковь вышла из-под поля, и в большинстве церквей, легализовавшихся, образовавших последствия костяк традиционного христианства, были защитаны эти письма императора Константина. Я думаю, это была как бы речь на похоронах. Знаете, на похоронах церкви. Речь ужасная. В этом своем письме император Константин, по сути, повелевает церкви отвернуться от своего еврейского прошлого напрочь. Еврейский народ называют негодным сборищем. Последними словами ругается, насколько мог себе позволить император всей огромной империи ругаться на своих подданных. Последними словами оскорбляя еврейский народ, всех евреев, без исключения, он говорит, что у нас общего с этим сбротом. И он повелевал своим императорским таким повелением церкви сделать рывок от евреев. Подчеркнуть свое нееврейство несколькими, допустим, актами. Одно из них это было время празднования Пасхи. Тот самый спор вспомнился, тот самый спор, который был еще во втором столице. В четвертом этот спор власти использовали как повод. И говорили, смотрите, тогда Папа Римский предлагал, Виктор, его мало кто послушался. Но сегодня, как император, я повелеваю это сделать. Он повелел это сделать. И, к сожалению, очень мало было голосов возражений. Очень мало. Да, были те христианские общины и союзы церквей, которые не пошли на регистрацию, не пошли под императора. Но свыше ста союзов церквей христианских так или иначе пошли на эту сделку. Свыше ста союзов. Это основной костяк всей христианской церкви тогда. Лишь некоторые союзы африканские, французские, на территории Ирана, Ирака, на территории Африки, в Афиопии, допустим, и Карфаген. Вот в тех регионах христианские общины и союзы церквей заявили о своем неподчинении. Да, и малоазиатские, малоазиатские, вот на территории нынешней Турции, общины и союзы заявили о своем неподчинении таким заявлением. Они говорили, даже если это и спор богословский, это не повод императору диктовать условия, как нам поступать, как нам праздновать Пасху, как нам относиться, допустим, к нашему еврейскому наследию вообще, как таковому. Но это было начало большой беды. Знаете ли, это было начало большой проблемы. Константин и мама его Елена, они заложили основу, по сути, будущей такой, не могу сказать, религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры православного католицизма, которая тогда как государственная религия зарождалась и потом формировалась несколько столетий подряд. Ну, по большому счету, примерно пять столетий ушло на то, чтобы сформировать всю эту модель. К девятому столетию, к десятому даже столетию, больше или меньше уже это все было завершено, оформлено. В середине девятого столетия, допустим, даже были узаконены такие празднества, как торжество православия, где объявлялось, что уже все завершено строительство, вот эта система уже завершилась. Это ужасная была система. И она была до мозга кости антисемитская система. Есть над чем задуматься. Друзья мои, размышляя о цезарепопизме, я приведу несколько примеров из другой истории. Тоже истории христианства, но уже и ближайшей к нам истории. Христианство, когда в Германии социалисты, эти национал-социалисты, фашисты пришли к власти, то Гитлер как фюрер, как лидер, он понимал, что в христианской цивилизации невозможно ничего нормального сделать в политике без поддержки христианской церкви. Христианство как церкви, лидеров христианской церкви. По рождению и по своей конфессии, деноминации, он был и оставался до последнего дня своей жизни, до последнего вздоха своего, оставался католиком. То есть христианином. Конечно, сегодня и католики, и многие христиане открещиваются и говорят, что у нас ничего общего нет с Гитлером, и Гитлер не наш, но мы это должны признать сегодня, положа руку на себя, что это наш, что он христианин. Неприятно такую родню признавать. Я расскажу так, что есть такие родственники, наверное, кто-то попадал в такую ситуацию ненормальную. Бывают такие родственники, которых очень не хочется видеть вообще и признавать их родственниками. Но есть, к сожалению, у нас родственник с Гитлером. Он был христианином. Да, он был оккультистом, он увлекался мистикой, да, но он был до мозга костей христианином. Именно христианином, я понимаю, как христианин, как верующий, не все то золото, что блестит, не все то христианство, что называется христианством. В библейском смысле, строгом таком, я могу назвать его не христианином. Но он был христианином. Нам сейчас просто можно сделать так, что заявить, ой, это не были христиане, и все, и как же Гусьева, да. Ну, для профилактики пора успокаиваемся. Значит, но, скажем, это не наше. Но это наше. Гитлер вырос не на пустом месте. Сталин не с неба упал. Он был плодом православной системы. Он наш, тоже наш. Христианин. Человек, который впервые в истории цивилизации всей человеческой, сколько существует цивилизация человеческая, впервые в истории заявивший, что Бога нет, не было и не будет вообще. Все. Он тоже из наших. Тоже из христиан. Кстати, и у Гитлера, и у Сталина удивительное совпадение. Как бы мистики, мистически настроенные историки утверждают, что до сотни прямых совпадений в их биографии, особенно в раннем детстве. Это потрясающе просто. Я когда сравнил, действительно, не врут, ведь правду говорят эти историки. Хотя очень не спорные такие их теории. Но, как вот, знаете ли, когда мама Гитлера и папа, они знали, что у них будет ребенок, тогда не было УЗИ, не было технологий. Им приходилось лишь как бы, ну, угадывать, кто родится, мальчик или девочка. И они сделали, они были очень религиозные, достаточно религиозные для даже своего времени религиозные. И мама была даже так мистически настроенной католичкой такой, очень жертвенной женщиной. И хотя сам Адольф впоследствии написал, что моя мама, я не помню дословно, но примерно так написал в своей автобиографии, что моя мама была обычная немецкая женщина, родившая очень необычного лидера. Что-то такое. Но она была религиозной женщиной, католической женщиной. И они с мужем завеклись, что если родится мальчик, то они отдадут его Богу. Они посвятят его в церкви. И когда исполнится ему 4 года, они отдадут его в монастырьное воспитание. И он вырастет будущим священником католической церкви. Удивительно. В Российской империи забеременела другая женщина. Это было в Грузии. И у них тоже не было УЗИ. Они тоже гадали. Они были православные. Это были христиане православные. Мама тоже, кстати, была очень религиозной женщиной. Склонной к мистике даже женщиной. И, в общем-то, это подчеркивалось в истории. Так вот. И они тоже гадали, кто же будет у них в родстве. Кто у них родится теперь, мальчик или девочка. И они решили, что если родится, поговорили с мужем эту тему. Она поговорила с мужем. И решили. Если родится мальчик, мы посвятим его Господу. И отдадим его в церковь. Благо, что в горе было и училище, и школа, и училище епархиальное. И пусть из него вырастет будущий священник православной церкви. И много-много. Я сейчас не буду называть, если у нас тема другая немного. Поэтому опущу все другие совпадения. Но, поверьте, я не читал сколько, но люди, знающие, говорят, что до сотни. Есть таких прямых совпадений в их биографиях. Ну ладно. Интересно. Это два тирана в истории 20-го столетия. Самых великих тиранов в истории человечества. И представьте себе. Да, родители Гитлера, они не обманули Бога. Они, когда исполнилось Адольфу лишь 4, даже не полных года, его дали в монастырь, в строгий монастырь на воспитание, как будущего священника в католической церкви, где его муштровали, где воспитывали из него будущего солдата, будем так говорить, насчет Ватикана. И также не обманули Бога и родители Иосифа. Родился мальчик, да, они отдали его потом, ну чуть постарше он был, правда, чем Адольф. Его отдали, значит, в епархиальную школу начальнюю, потом в училище, потом в семинарию в Тифлис, которым он закончил тоже семинарию. В общем-то, вырастали два будущих священника. Один собирался служить в алтаре католической церкви, другой в алтаре православной церкви. Вот, и я не буду других вещей говорить вам, но расскажу такую удивительную историю. Утверждение удивительное. Есть над чем задуматься, друзья. Христианство, которое не Христово, христианство, которое не на Христе концентрируется, христианство, которое не на Христе фокусируется, да, вот, знаете, что фокус, да, наводите резкость. Христианство, которое не Христиоцентрично, оно рождает монстров. В истории было много, но, наверное, вот, выше названные два тирана, Адольф и Иосиф, были самыми ужасными за всю историю христианства. Порождениями нашими, христианскими. Порождениями христианства. И скажу, что были и другие изверги. Я могу назвать, ну, добрый десяток таких, что от орбиты выброси. Даже упоминание этих имен, и то, значит, жить наводят. Но, это тоже наши. Они из христианства. Они называли себя христианами. Они от имени Христа порой поступали. Когда обвиняли Адольфа, уже, ну, сделавшего политике карьеру, уже первое лицо, уже фюрера, и говорили, что по поводу еврейского опроса у него перегибы, даже его однопартийцы, даже те, национал-социалисты, что вместе с ним плечом к плечу шли в политике. На дебатах, везде там штурмовики его, товарищи бывшие, говорили, что у него перегибы с еврейским вопросом. Оставь, это слишком много. Ты этому уделяешь внимание. То Адольф на все эти обвинения говорил следующее. Цитата почти дословная. По отношению к евреям я не делаю, и не буду делать ничего там из того, чего бы ни делала христианская церковь по отношению к евреям на протяжении последних полутора тысяч лет. На русском языке цитата дословная. В переводе. Так и звучит. Удивительно. Человек был мистиком. Вот и Гитлер, когда пришел к Насте, вот это вам даю иллюстрации сегодняшнего вечера, может, не совсем кошерная тема, можно сказать, не кошерные примеры, но очень важные, очень нужные сейчас. Поверьте, оконцовка вечера будет хорошей. Мы разойдемся не с такими глазами, а с добрыми корейскими глазами. И, а то я вижу, даже у корейцев глаза какие-то что-то стали большие такие. Широкие такие. Ну, страшноватая тема. Я говорю, честно, даже я сам говорю, хотя был уже внутренне подготовлен к этому, готовился, но сам скажу, что когда называете вещи, то все равно как бы не могу спокойно говорить об этом. Но надо, есть такие темы, которые надо поднимать время от времени, по крайней мере для того, чтобы истрезвить наше христианство, чтобы нам увидеть плюсы и минусы вообще христианства, и чтобы нам увидеть, в чем нам нужно каяться, покаяние это не просто, прости вот за, ну вообще, за, во все, а есть осознание какое-то должно быть, брать ответственность, церковь должна уметь, умели нагадить, должны уметь и упирать за собой. И мы смогли за последних полторы тысячелетия столько нагадить, простите, вот, что, но до сих пор порой нос ворочим и говорим, это не наше. Мы со свечкой там не стояли. И вообще, как бы. Но я думаю, что христианство в последнего времени должно изменить кардинально свое отношение к истории своей. И христиане не имеют права сегодня, не имеют права уже морально, особенно после Второй мировой, после всех этих ужасов, знаете ли, Холокосты, теология христианская, как писали, после Освенцим, она даже изменится вообще. Очень радикально. И мы не должны быть такими иванами, не помнящими родства, знаете ли, духовными перекатами поля. И когда мы берем ответственность, и осознаем, и каемся, что-то меняется. Потому что мы каемся не только словами, но и делами, поступками нашими. Мы каемся жизнью нашей, нашим отношениям. И сегодня мы были в этом месте, как называется, змеиная, да? Змеевская балка. Змеевская балка, да. Были в этом месте, там помолились, знаете ли, и... Я там сделал снимки, и скажу, что место, конечно, страшное. Место, где множество евреев было уничтожено. Не только евреев, конечно, там убивали и неевреев, но в основной массе это были именно евреи, потому что фашисты особую, искреннюю такую ненависть имели именно к евреям. Они не любили очень многие народы и заявляли о своей ненависти, но особая лютая ненависть у них была именно к еврейскому народу. Необъяснимая, мистическая ненависть, но объяснимой Библией. Потому что есть не только Бог на свете, есть зло, есть воплощенное зло на этой земле. И знаете, я что скажу, это ужасно, что христианство очень часто в истории было воплощением не добра, но воплощением зла. Сегодня, конечно, ситуация меняется, слава Богу, со скрипом, но меняется. За последние вообще 100-200 лет очень много, слава Богу, постепенно обновлялось в христианстве. По большому счету, за последние 5 столетий реформации, поэтапного обновления церкви очень много уже изменилось, но по порядку. Друзья, так вот, и когда я уже упомянул насчет цесаря по пизме, да, когда в Третьем Рейхе, там, тысячелетнем, его там называли, вот, так вот, но слава Богу, сократились нити. Если бы не сократились, то вообще невозможно, жуть была бы просто. Так вот, и когда было объявлено, что все христианские служители, все пастыри Германии должны делить свою паству на христиан-арийцев и неарийцев, христианские пастыри, священники должны признать дарвинизм и особо извращенную форму дарвинизма, социальный дарвинизм насчет христианской идеологии и национал-социализм, который вытекал из социального дарвинизма, христианскими идеологиями. Это требовало государство, это приняло церковь. Я вам расскажу один позорный такой пример того времени. Очень позорный. Из католических тысяч католических священников в Германии тогда, когда закон был оглашен, только один заявил несогласие свое. Это был не кардинал, не епископ, это был обычный священник. Он, правда, был настоятелем храма в самом Берлине, но он выступил именно как раз не соглашаясь с этим законом. Он и до этого закона уже был отмечен тем, что он молился за ганибах евреев, неевреев, но когда закон уже стал государственным и требовалось подчинения, священники многие говорили, но, слушай, Бернхарт, так его звали, Бернхарт, Лихтенберг, Бернхарт, слушай, тебе что больше всех надо, папа молчит, кардиналы молчат, епископы молчат, священник, тысячи священников, десятки тысяч даже, такая была в Германии, молчат, а ты один, ты че? Ты о чем говоришь вообще? И, знаете ли, что интересно, Бернхарт отказался свою паству делить на христиан первого сорта, арийского происхождения и христиан второго сорта, не арийского происхождения, а этого требовал закон. Закон требовал отдельно проводить служение, причащать отдельно, не смешивать расы, не смешивать народы. Я думаю, что если бы Адольф зашел бы в такое собрание, он бы застрелился бы с ужаса. Это конец социального дарвинизма вообще. Это фиаско национал-социализма. Вот, я смотрю на вас и радуюсь, думаю, слава Богу. И я очень, вы меня особо так не видите, только там сбоку стреляю, а я вот смотрю, и радуюсь, слава Богу. Вот, не часто бывают в таких собраниях, знать тебе, и очень мне это нравится. И особое помазание такое в мессиарской общине здесь, в Ростове-на-Дону. Так вот, друзья, и, конечно, Бернхард отказался делить свою паству, больше того, он молился за всех. Кстати, в 20-м столетии, вот тоже пример очень хороший, положительный пример, это недавно ушедшая вечность Давид Вилкерсон в Нью-Йорке. Мы заходили в его церковь в Нью-Йорке и удивительно, знаете ли, он как бы для всех народов, сказал, наша церковь для всех народов, и они умышленно даже ставили в проставление там сотни людей, может сто, я не знаю сколько людей, там стоит много людей, они умышленно ставили белый, черный, желтый, красный, разных национальностей, разных там, подчеркивая, подчеркивая, то есть, знаете, как вот, мозаика такая, но красиво вообще, вот, разные-разные, обычно я бывал в других американских церквях, там либо черные, либо белые, ну, есть, ну, так вот, все равно видно, что эта церковь больше там все-таки белых, да, или там больше черных, допустим, да, вот, ну, а здесь, вот так вот, рядышком и вместе, вперемешку, да, это все, это, это Христос, это просто Христос, просто Христос, который для всех нас, удивительный, конечно, да, друзья мои, кстати, наверное, одна из немногих таких церквей в Нью-Йорке, где можно было фактически на любом языке из основных языков мира проповедь услышать и служение услышать, там, он оплачивал, тогда, они и сейчас это, наверное, делают, десятки кабинок, десятки переводчиков на полное время оплачивал, они переводили, даже если этого представителя народа нет сейчас в собрании, все равно переводчики переводили это собрание, переводили, там запись еще шла на этот язык, китайский, четыре языка, четыре переводчика на разных диалектах одновременно, там выбираешь язык себе, любой, включаешь, русский всегда был украинский, был украинском языке, включаешь, слушаешь, удивительно, да, чтобы любой человек может зайти в церковь и все понять, все услышать, и помолиться, и отдать свое сердце Иисусу, который за всех нас, да, друзья мои, но вот насчет Бернхана скажу, что он отказался, его уговаривали, по-хорошему вначале, потому что это все-таки в Берлине, это на глазах у всех, тем более священник такой неординарный, это Федерс Кирк, это там бывший ГДРовский участник Берлина, и церковь Святой Ядвиги, и вот там он служил, кстати, кто из вас помнит, ну все, наверное, видели эту хронику фашистскую, когда молодчики фашистские сжигают литературу, прямо на площади, помните, ночные съемки такие, вот это как раз рядом с его храмом это происходило все, но это не хрустально, это когда из университетских библиотек всю опальную литературу, забракованную цензурой фашистской, все произведения этих многих поэтов, писателей сжигались публично, это не была хрустальная ночь, это была как бы ночь, я не знаю, как называть ее, как бы культурной типа революции, что было в Китае примерно, и вот, так вот, и Бернхард отказался, его арестовали, его судили, его судили показанным судом, перед тем его полгода в гестапо ломали, заставляли отречься, священники, кардиналы, приходили, но они не приходили не поддержать брата, они приходили ему утопить, они приходили и говорили, слушай, мы может тоже не во всем согласны, вот с тем, что мы видим сейчас, может быть там тоже это не по душе, но мы, мы делаем это, потому что, ну, это власть, мы должны слушаться, власти существующей Богом установленной, ты что против Божьей повеления идешь вообще? и сейчас такая политика, завтра другая политика, мы должны быть гибкими, папа молчит, молчит себе, кстати, потом, как выяснилось, и обогащались, тогда многие иерархи, молчание их очень хорошо оплачивалось, потому что многих евреев тогда истребляя, допустим, немцы грабили, фашисты грабили просто-напросто, и многие картины дорогие, порой бесценные, многие изделия из золота, камни многие, оказывались в личной собственности кардиналов, папы, значит, епископов известных, священников некоторых, то есть это немцы даже порой давали, на лапу, как говорится, за молчание, но слава Богу, Берфорд выдержал и это испытание, и когда его судили судом, в трансляции прям по берлинскому радио, люди слышали, тысячи людей слушали приговор, его оправдание, и знаете, что интересно, Берфорд заявлял о своей непоколимой вере, в Иисуса Христа, который над всеми народами, по сути, он произносил приговор национал-социализму, и социальному дарвинизму, и его осудили как преступника, церковь открестилась от него, назвали его отщепенцем и прочим, раскольником, государство его осудило как преступника политического, потому что он против пошел законов государственных, и отправили его в Констаги в Дахау, и по дороге гестаповца сделали так, что он скончался, чтобы не доехал он до Констагеря, потому что даже в Констагере его боялись, как одного из, ну, по сути, лидеров духовного сопротивления, без пушек и ружей, а именно идеей собой, и это удивительная история, я попал, одно время я, ну, каждый год преподавал в Берлине, было такое время, и там библейские школы, и я просто не имел возможности попасть в этот музей Бергфорда, но один раз я попал в этот музей, у меня был день свободный, я попал в этот музей, и, знаете ли, оказалось, что немцы, мало кто вообще знает об этом музее, мало кто знает об этом человеке, и когда ходил по этому музею, ну, вот я увидел такую историю интересную, фотографии, личные вещи, много всего интересного, значит, много писем разных там, тоже и звучало много, и чего, но удивительно, его сделали святым, католической церкви, его канонизировали, Папа Римский приезжал, Иван Павел II, как-то к нему, туда, в музей, назвал его святым католической церкви, гробницу пророка покрасили, но, знаете ли, что интересно, вот пока я ходил по музею, я себя ловил, знаете, на чем, на мысли, что я не могу думать об этом человеке, я думал, что я буду думать об этом человеке, больше, я не мог о нем думать, вот все время, пока был там, не один час, просто ходил, там было благо, ну вообще безлюдно, там еще кто-то зашел потом, в конце, пару немцев, и все, и ушли, знаете ли, у нас было времени там достаточно, и вот, и я все это время думал, о тысячах тех священников, христианских, которые молчали, потому что из, я подчеркиваю, из тысяч, католических священников, в Германии, только лишь один, подчеркиваю, один, да, были потом еще другие некоторые, но они не открыто, а они в скрытой форме, как бы сопротивлялись, значит, фашизму, тайно, да, были те, которые каким-то образом перед валом колени склоняли, единицы, но были тех, но в основной своей массе, к сожалению, пошли верой и правдой служить, именно этой идее, и сталинизм, и гитлеризм, и фашизм, и коммунизм, это были репетиции царства антихриста, репетиции царства антихриста, которые, наверное, в 20-м столетии были, ну, генеральными репетициями царства антихриста, человеконенавистническая идеология коммунизма и фашизма, эти две главные идеологии направлены против Бога, по сути, хотя фашизм это скрытая форма богохульства, потому что в открытую фашизм не отрицал никогда Бога, даже наоборот, гитлер подчеркивал, что если кто-то из, допустим, офицеров СС, или же, допустим, из руководства, именно в открытой форме осудит христианство, как идеологию, как церковь, и заявит о выходе из христианства, то он автоматически лишается звания, автоматически извергаясь из рядов СС, или из рядов, значит, руководства. Он подчеркнул, что его правление, что его рейх, это христианский рейх в первую очередь. Да, мы знаем некоторые такие хитрости, мы знаем теперь историю оккультную, историю Третьего рейха, мы знаем, что среди руководства шла двойная игра, как всегда, в общем-то, что, значит, было увлечение оккультизмом, но при всем при том, железобетонно стояло именно христианство, во главу угла именно Третьего рейха. И это ужасно. И это делалось от имени Христа, от имени Бога. Я подчеркиваю слова вновь Гитлера, что по отношению к христианству я не делаю ничего из того, чего бы ни делала христианская церковь, по отношению к ним, к евреям, на протяжении последних полутора тысяч лет. Полутора тысяч лет, вот с чего я начинал я, что ложное пророчество было положено во главу угла идеологии антисемитизма. Ложное пророчество полтора тысяч лет назад, можно снова нам, от Третьего рейха, от фюрера, назад полтора тысяч лет, отматывая, и снова во времена Византии. Скажите, при чем есть Гитлера, при чем есть Византия? Но есть прямая связь. Я подчеркиваю, что Гитлер и Сталин, они с неба не упали на нас. Это не что-то такое внезапно случившееся. Это наш плод. Я говорю, наш в смысле плод христианства, исторического христианства. Что эти изверги родились именно из лона, из недр христианства. Они не могли родиться из недр другой идеологии. Они могли родиться именно из недр христианства. Даже если не они бы поднялись, поднялись бы другие, более, или даже менее, не знаю, значит, кровожадные, но поднялись бы обязательно. Потому что сама идеология христианства, традиционного ортодоксального христианства, она порождала монстров. И я убежден, что еще породит. Ну, это мое мнение, что породит еще худших даже, чем Гитлер и Сталин. Последствия. Но, хотя из Библии могу привести некоторые примеры интересные этому всему. Так вот, и знаете, что интересно? Полторы тысячи лет до того, в Византии, когда христианство еще было юным, и, знаете ли, но уже подконтрольным государством, церковь первые три столетия, ее, я говорил уже выше, да, ее гнали. Церковь первых полтора столетия, три столетия особо не считались церковью. Была попытка физически стремить христианство. Но затем началась политика другая. Именно христианство стало большим. Во-первых, когда церковь маленькая, то с ней особо не считаются. Но церковь, которая выросла, у нее начинаются другие проблемы, другого совершеноплана. Такую церковь уже выгодно использовать в своих интересах. И вот так поступили Константин и Елена и их дети. Это была ужасная семья. Просто слов нет. С точки зрения Писания, конечно, Библии, Евангелия, их христианами назвать невозможно. Но они себя называли христианами. Они относились к христианству. И, по крайней мере, перед смертью Константин был крещен. Пусть там без сознания, как утверждают историки. Но за три дня до смерти своей, он еще был в памяти когда, он, исполняя обязанности верховного понтифика Зевса и Митры, совершил кровавые жертвы этим богам. Затем он вообще, ему стало все хуже и хуже, становилось. И после смерти объявили придворный епископа его христианином, что он принял крещение как раз либо без сознания, но перед тем он как бы изъявил желание креститься. Уже не раз как бы. Вот такая странная история. До того, как он умер, он успел убить почти всех своих близких родственников, дорогих ему людей, свою жену Фаусту, своего наследника престола Криспа, казнил, и основных своих родственников, близких родственников. Маниакальная боязнь, именно заговоров порождала всякие эти слухи и казни. Открытые и искрытые казни. После смерти Константина осталось в живых его три сына. Константин, уже второй, Констанций и Констанций. Интересно, река. Эти три сына поделили империю на три части, примерно равные. Затем начали войну друг с другом. Каждому из них казалось мало. Но перед тем, как они начали войну друг с другом, каждый из них, хотя бы первым лицом, они доделали работу своего отца. Они убили всех своих родственников, даже самых дальних. Даже седьмая вода на киселе, что называется. Истребили, избавляясь от конкурентов. Каждый из них хотел взять реванш. В конце концов, все три сына погибают. Все. Бездетными. Не осталось наследия. То есть, род Константина исчез полностью. Они истребили самих себя. Вообще, в этой семье Константина Великого великие проклятия. И у меня язык не шевелится называть его, конечно, христианином, но он называл себя христианином где-то. И еще, почему его называют святым, еще даже равноапостольным называют. В православии, в католицизме. У нас на Руси, допустим, я знаю некоторые храмы, сохранившиеся до сегодняшнего дня, красивые храмы в Суздале, допустим, которые называются в честь Константина и Елены. Царь и Константиновский собор города Суздале. Один из самых красивых памятников архитуры Древней Руси. Он посвящен как раз этому тирану. И, в общем-то, после того, как род Константина полностью исчез, к власти пришел человек, который, ну, каким-то боком к самым дальним родственникам можно было отнести. Это удивительная личность. Это был Юлиан, прозванный отступником. Ко времени начала правления Юлиана, к 361 году, ну, можно сказать, примерно 90% империи себя так или иначе называли христианами. Но творилось такое. Количество церков выиграло. Количество церков распространилось. Но качественно потеряло стержень. В христианстве евангельском, библейском сохранялись вероучительно. В основном, те христианские общины церкви, которые не пошли на сговор с властями, которые остались без государственных копеек, но зато с чистой совестью. Это, так называемое, нерегистрированное братство. Так можно назвать его. И это были регионы, некоторые, где было христианство, сохранялось, которое не пошло на сговор. Они отказались крестить всех подряд, как требовали власти то. Они говорили, что должна быть возрожденная жизнь, должно быть покаяние. Они к этому относились весьма серьезно. Власти Рима требовали крестить всех при первом же позыве, при первом же решении человека. Даже помимо его покаяния и возрождение спасения. В общем-то, был очень серьезный кризис. И благодаря цесарю папизму очень много лжеучений как раз появилось в церкви христианской. Ну, наверное, самые основные лжеучения тогда как раз и появились. Многобожие то же самое. То есть вера в разных посредников, в разных ходатай к Богу, которая была, по сути, многобожия. Потому что этих посредников наделяли божескими свойствами все бедения, все присутствия, ответы на молитвы. Эта ересь пришла через цезарю папизм. Потому что был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. С оккультизмом даже. С самыми грубыми формами оккультизма. Поклонение мощам, останкам умерших людей. Эта традиция пришла к нам в христианство откуда? Извне. Это очередной имплантант в тело Христа. Это осколки в тело Христа, которые до сих пор телу Мессии доставляют в несчастливые страдания. И до сих пор это выдается порой за христианство. И от имени христианства. Это ужасно. Хотя, слава Богу, за последние пять столетий много уже сделано в отношении очищения церкви от подобных мерзостей. Но до сих пор этого очень много мы видим вокруг себя. До сих пор. На сегодняшний день, допустим, по-прежнему, но не считая очень редкие наши общины, именно обновленческие реформаторские церкви православные, чаще всего обычный православный или католический христианин, который евангелистки начинает верить и мыслить библейски, верить Бога библейского и не выдуманного, не религиозного, не церковного Бога, а живого Бога, ему приходится выходить из традиционного православия, католицизма, потому что он задыхается там, он не может среди мертвого находиться, будучи живым уже человеком. Или же система его убивает просто-просто духовно, порой физически даже. Как вот, допустим, один из пробужденных, Александр Мень, который да, не без проблем человек, но этот великий муж Божий, еврей по национальности, священник православный по призванию, он внутреннюю микроэволюцию пережил своего христианства, личного своего христианства. Главной книгой его жизни была книга «Сын человеческий» о личности Мессии, о личности Христа. И знаете ли, он эту книгу переписывал несколько раз, и если в первых редакциях, там больше шла речь о окружении Мессии, о культуре и традиции, то последний вариант им переписанный говорил больше о самой личности Христа, о самой личности Мессии. И последняя проповедь, последний год, 90-й год, это был как раз он год не дожил до падения Безбожного Союза, знаете, то, значит, он говорил именно о Христе, именно об Иисусе. Его последняя проповедь за день до смерти, там, значит, на Красной Пресне в Москве, была как раз посвящена именно этой теме, уникальность личности Христа, личности Иисуса как Мессии. Это потрясающе, это как духовное завещание, на другой день его убили, после этой проповеди. И скажу это, вот для меня это очень, ну, большой пример в жизни вообще, большой пример в служении, как священника, и покаяния. Кстати, тема антисемитизма и тему еврейскую, он и как еврей, и как христианин, как священник православный, он поднимал неоднократно. Об этом очень много есть публикаций, я завтра кое-что тоже даже, наверное, процитирую, если бы работать на эту тему. Так вот, друзья мои, и из тех, да, какое же все-таки ложное прочество было положено во главу угла антисмитами, вот тогда, в Византии, когда все еще выглядело невинно, как бы, это еще было полторы тысячи лет, еще то Гитлера, то Сталина, с чего начиналось? Было ложное прочество о том, что Бог, якобы, окончательно разлюбил свой еврейский божий народ. И он полюбил другую, церковь христианскую. Она ему приглянулась, она была миловидна, и она была языческая. Ему надоели евреи. Он с ними много, как бы, натерпелся. И однажды его терпение локнуло. И он сказал, все, дом ваш пуст, ни дна, ни покрышки. Все, развод, как говорится, и дети в форточку дали. Друзья, вот такая теория, она нелепая. Ее называют в истории еще теория, значит, знаете ли, теория замещения. Что Бог вот любил, 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 клялся, божился, что самим собой, именем своим, что он навеки, навсегда, что значит, что, помню, вспомнил Иеремию. Это потрясающе. Иеремия. Кстати, да, это пророк, он много про отчество, интересных, очень важных вещей. И он говорил, 31 глава, можно прочесть, с 31 стиха, но вы прочтите и до конца. потрясающее откровение о Новом Завете, Брид Хадаша. Кстати, в Австралии, я жил на квартире одного бывшего ортодоксального еврея, который сегодня мессианский служитель, который закончил Ишиву, вырос в ортодоксальном квартале, в Мейкбурна, значит, и закончил Ишиву, собирался быть рабином, ортодоксальным, но, знаете ли, некоторые прочества его коснулись. И он пережил встречу с Мессией. Этот человек, он очень плохо владел по-русски, я еще хуже английским, но мы нашли общий язык, пообщались. И даже вместе ездили кенгуру фотографировать. Да, а то дети мне, я по телефону им звоню, они все, папа, а ты кенгуру видел? Я всю неделю там преподаю, а это же в Мейльбурне. Какие там кенгуру вообще? Я им говорю, ну, я брать не могу, значит, я говорю, нет, дети, не видел. Ну, как же так, ты же в Австралии. Ну, они же не на каждом углу затратили, это же их город, это же огромный их город, миллионный. Ну, ладно. И я уже, уже все, мне уже день остался до вылет обратно, уже, ну, закончил семинар, все насчет там. Я говорю, братья, что хотите, ну, везите меня, покажите мне кенгуру. Чтобы я детям сказал точно, я видел их. Я даже их пофотографирую. Ну, хорошо, мы поехали как раз с братьями там. И этот брат как раз меня отдельно еще свозил в таком местечке, я знаю, где кенгуру, типа. Ну, мы поехали. И в такие буреломы залезли, что ой-ой-ой, знаете ли, это было что-то с чем-то. И нарвались там на большую, большая коричневая австралийская змея, так ее называют. Вот. Укус ее смертелен. Ну, там вообще-то, там, скажу, примерно половина всех змей прописана в Австралии. И в Австралии они почти все ядовитые. Даже, по большому счету, они все ядовитые там. Там нет таких ужиков, знаете, наших вариантов. Там они все. Только от одной ты умрешь быстро, а от другой медленно. А вот та большая австралийская коричневая змея. Рядом Новой Зеландии. И там, вообще, благодать. Ни одной змеюки вообще. Вообще, знаете, вот странно, да, вот как в жизни бывает. В Австралии кишмак кишит. Ну, понятно, в центре города вы там, хотя можно и тоже гадость увидеть, но я не видел, слава Богу, Бог миловал. Но туда за кенгуру их было много. Вот, значит, где меньше туристов, там и больше, этим словом. Вот, Аняш, он повез брат как раз с Майком туда как раз, где побольше этих кенгуру, где меньше туристов. И мы там нарвались гнездо этой змеи. Вообще, нам потом объяснили, что это чудо, что мы выжили вообще-то. Потому что мы машину оставили далеко в этих буреномах, мы бы не добежали. Вообще, взрослый человек, если он мужчина, не пьет, не курит, спортом занимается, то ему примерно пять минут можно прожить. Ну, три-пять минут. Если женщина или ребенок, или мужчина пьет, курит, то минута примерно ему жизни, значит, до парализации и до остановки сердца. Значит, в общем-то, ну, змея опасная. И она еще имеет дурной характер. Бросаться на все, что движется. Надо, не надо, кусает. Вот она делала, ну, у нее такой скверный характер, значит, у этой коричневой змеи. Тем более, возле гнезда. То есть, у нас шансов было, в общем, мало-то, что нас не тронет эта гадюка. Ну, не гадюка, это самая змея. Но Бог помиловал. И хотя я увидел по реакции моего друга австралийского, что у нас большие проблемы, знаете, но испугался только потом, когда уже, может быть, были в машине. Вот. Ну, ладно. Это так, к слову. Интересно. Вот я к чему еще. Кстати, мы там были, в кошерных ресторанчиках, заходили, мы в том районе, как раз, примерно были, где как раз все спейсами, значит, там и на каждом углу синагоги. Значит, я там умело торговался, как руссо-туристов. Да. И приехал оттуда весь во флагах и в Маген-Давидах. Да, интересная была поездка. Ну, это было отключение. А сейчас о серьезном. Так вот, господа, значит, пророчество такое, о теории замещения, что, из теории замещения вытекающей, что Бог навсегда раздневался на своих еврейских детей, навсегда порвал с ними все отношения, раз и навсегда, окончательно. И разрушение храма, и потеря государственности, это ему было знаком. И все. И теперь было пророчество. И это пророчество ложное, мы не знаем даже точно теперь, исторически, очень трудно найти крайнего теперь. Кто впервые его сказал, мы не знаем. Но его повторяли все фактически отцы конца 4-го, начала 5-го столетия и в 6-м столетии. Ну, допустим, у Иоанна Златоустова, это классика христианской теологии нового времени, Василий Великий, там, такие известнейшие отцы, каббадокийцы, наперебой говорили такие слова. У Златоустова есть такое выражение, что Бог сказал, что отец ваш дьявол и все. И теперь вы мне не дети, дети не вы, а дети другие, язычники. Они мне больше понравились. И он сказал такое слово, мол, так говорит Господь, мол, теперь уже в Новозаветное время, что никогда больше не будет такого государства, как Израиль. Никогда. И это вечный знак, что Бог навсегда отказался от своего еврейского народа. Что никогда евреи больше не соберутся и не позволит им Бог снова приехать туда, в Иерусалим и в Израиль. Тогда это было похоже на правду, потому что в это верили очень многие люди, потому что законы государственные запрещали в те времена даже селиться евреям возле Иерусалима. И если люди пытались еврейские семьи пытались как-то нелегально туда проникать, их наказывали как минимум штрафами и работами, а вообще-то казнями. Это было очень жестокое время, друзья мои. И Златоустый Иоанн в кафедральном соборе, в столице, новой столице, новой Римской империи, Византии, говорил такие слова. И тысячи людей внимательно говорили, о, это правда, все, это на века. Вот почему спустя полторы тысячелетия Адольф Гитлер заявлял, что по отношению к церкви, по отношению к еврейскому народу, я не делал ничего из того, с чего не делала христианская церковь на протяжении последних полутора тысяч лет. Вы видите здесь причинно-следственную связь? Да. И давайте не открещиваться от Гитлера, от Сталина, а давайте каяться, давайте переосмыслить свое христианство. Мы, конечно, не судьи истории. Упаси нас Господь. Смотреть на историю, на факты истории, на личности в истории, как глазами судьи. Но мы должны глазами свидетелей Бога смотреть. Мы должны глазами учеников Христа смотреть. Брать уроки для себя. Мы не можем гарантировать, каждый из нас не может говорить, что вот если бы я был бы в те дни, я бы поступил бы вот так или так. Очень много на самом деле зависит от воспитания, от того, что в нас вкладывали наши родители, чему нас учили. Мы не можем, но по милости Божьей, мы вот сегодня те, кем мы есть, являемся. По милости Божьей. Мы родились в 20-м столетии, живем в 21-м столетии. По милости Божьей. Мы живем в то время, когда канализация, водопровод, горячая вода, когда благо цивилизации, в мире глобализации, мы живем в мире, меняющемся вообще на глазах. Но, знаете ли, в век информатики, в век, когда вот сегодняшний проповедь звучит, сегодняшнее учение, семинар звучит, уже сегодня, ну, этим днем, уже там, за океаном, люди смогут наше посмотреть эту запись. Это замечательно, век удивительный. Раньше это трудно было себе представить, что, находясь здесь, в Ростове-на-Дону, можно говорить тысячами и тысячами людей по всему лицу земли одновременно. Но мы дожили до жизни такой. Слава Богу! Но пришло время покаяния. И покаяние это не унизительно для церкви, покаяние это возвышает церковь. Покаяние обновляет церковь. Я извиняюсь, я не вижу часов. Еще пять минут. Окей, у нас мало совсем времени тогда, но, братья, сестры, слушайте, время как-то быстро пролетело с вами. Ну, тема такая, вообще-то, она серьезная, и я вижу, что по вашей реакции, что вы понимаете, все больше или меньше правильно. Хотя, я же не смотрю на ваши души. Может, кто-то сидит и думает, а, ладно, говорите, говорите, батюшки. Но, дело в том, что, знаете ли, есть такая, еще тест, некоторый тест на антисметизм. Независимо, ты евреи, ты корейцы, русские, украинец, неважно. Когда ты говоришь, вот, примерно так, в полголоса, скажи сейчас слово, еврей. Скажи. Еврей. Скажи, Израиль. Израиль. Еще слово, еврей. Вы посмотрите сейчас на свое сердце. Что там, вот, как бы, знаете ли, в нашей жизни, когда мы говорим на некоторые слова, не только сливки всплывают. Бывает такая гадость, всплывает вдруг. Не пугайтесь. Если у вас что-то такое негативное возникает, не пугайтесь. Знаете, я, кстати, встречал многих евреев, антисемитов, значит, притом таких, что украинцы отдыхают. Или русские отдыхают. Я серьезно встречал таких евреев, антисемитов. И не только у нас. Знаете, я встречал евреев-патриотов, я встречал евреев-богобаятельных. Знаете, ну, я скажу, таким тестом мы можем сейчас проверить что-то в себе. Проверить на антисемитизм себя. Если какой-то негатив всплывает, не любовь, да, как минимум. Или же, вот, какой-то старый, такой грязный анекдот вдруг лезет в голову вам. Или же, допустим, то, что в детстве. Я не знаю, у кого как было детстве. Я учился в средней школе, обычной советской школе, но потом уже, повзрослев, поумнев, я просто многие вещи по-другому стал видеть. Тогда ребенком, как бы, по-другому все видишь, да, согласитесь, да. По-младенчески, рассуждаем мы, мыслим. Когда стали уже взрослыми, мы по-другому мыслим уже. И, конечно, я бы сейчас, ну, каждый из нас так говорит, наверное, да, мы, может, по-другому бы, вещи многие в нашей жизни делали бы. Но, как бы, должны уроки некоторые взять. Допустим, у нас в школе, не в нашем классе, в параллельном классе, был, значит, один ярко выраженный еврей. его папа и мама, они тогда, это было время еще, перестройка только начиналась, по-моему, или было только объявлено, или не объявляемо еще, я не помню, но вот эти, да, Брежнев только что умер, по-моему, да, и у нас была радость такая, выходные объявили. Мы еле сдержали эту радость, когда директор зашла в класс. Ну, ладно. И, значит, и что интересно, и как его еврейство, этого мальчика, проявилось. Девитриса, там, Завучи, забили тревогу. У нас, евреи, в школе. Ну, знали, что евреи, но почему евреи забеспокоились? Потому что родители подали заявление, они хотели уехать в Израиль, в этот объект. И здесь такое началось. Я потом, уже повзрослев, я вспоминал эти разговоры нашего классного руководителя. Ехидные, эти вот такие словечки, вот там, жиды тянутся к себе в землю. Я стал понимать, почему многие в классе хулиганистые такие ребята стали того, значит, парня так доставать, поливать ему в спину все время, значит, там, кричать ему оскорбительные слова, пинок ему делают, значит, там, значит, или забирать у него какие-то вещи, или его портфель швырять куда-нибудь и прятать его так, чтобы он до конца учебного дня не нашел его. То есть, как бы, вот эти унижения, я видел, я потом уже каялся в этом, конечно, у меня было пару моментов, что, ну, мне хотелось заступиться за него, но я боялся быть тоже позорищем перед всей школой. Мне было больно, что, ну, как бы, я испугался, честно говоря. Тогда, даже не то, что драться испугался, а испугался именно вот от того, что вот вся школа против этого парня, да, если я буду где-то заступаться за него, я попытался, значит, там, как бы, ну, у нас был такой парень, он ходил тогда, значит, в секцию спортивную, там, значит, такой был парень, ну, он был драчливый такой, значит, и я, как бы, ему что-то такое замечание сделал, но, так, просто, Генка, да пошли-то, хватит тебе, мол, что ты, мол, цепляешься, пошли, займемся чем-то другим, как бы, вот, и то я уже вызвал такие косяки на свою сторону, как бы, что я вроде отвлекаю, вроде бы, вот, оно заступить, мне не было смелости, я боялся этого мнения, что меня тоже признают евреем, жидом, меня тоже будут тюкать, вот так вот, и, и, вот этот настрой я запомнил, знаете, и, тогда у меня в сердце страж закрался, вот, и, это не так-то просто было, от этого всего избавляться потом, знаете, вот, хотя я не еврей, по национальности, ну, седьмая года на киселе, там, по отцовской линии, там, отец моего отца, там, и то, это, это, дальняя родня, кстати, вот я узнал, что у вас, отец, да, Марк, Абрам Маркович, Абрам Маркович, а мне наоборот, Марк Абрамович, все наоборот, мы как бы наоборот, все, вот, но, что интересно, знаете, вот, что, боязнь того, что, где-то ты будешь мимо, вот, всей этой толпы, не так давно, когда, вот, был этот инцидент с памятником, там, в Таллине, советского солдата, освободителя, который переставили на другое место, именно на кладбище, там, на мемориал, вот, когда, я не знаю, как в Ростове-на-Дону, но мне было страшно, вот, я ощутил несколько дней себя, как будто бы я в Германии 30-х годов, вот, скажу, мне было страшно ходить по улицам, когда, у нас, допустим, недалеко от дома большой супермаркет, и, потом, в самом нашем доме, там есть тоже небольшой магазинчик, продуктовый, и там и там висели надписи, вход с собаками, и эстонцам воспрещен, когда за заведующей магазина вышла женщина, и смахивалась прилавка, демонстративно перед людьми, эстонские товары, на пол, знаете, мне было страшно того, что я живу в стране, где есть люди, приравненные к собакам, и, потом, а потом, я думаю, может это у нас-то, в Туле, где-то еще это творится, может в Москве, это все то же самое, в вечерних новостях, кто помнит, показали, с энтузиазмом, тоже таких же людей, которые владельцы этих больших маркетов, написавших в те дни в Москве, вход эстонцам воспрещен, на всю, на целый народ, знаете, как будто бы репетиция, совершается репетиция, опробуют, вот на таком-то народе, на таком-то народе, сейчас трудно сразу на евреев наброситься, здесь такая политика мировая, да тебе, но, что-то такое гадкое, пролезает, в душу народа, это страшно, конечно, господа, я пару раз проповедовал тогда, как раз в те дни, но, получилось так, накануне всего этого, еще не знали обо всех этих происшествиях, грядущих, и после этого, я местным фашистам проповедовал, ребятам, молодым, мне помогала моя ряса, они не послушались бы, наверное, даже, да, не уж, наверное, точно не послушались бы, человека бы, просто в костюме, но в рясе не послушались, я подошел, а поводом, знаете, что послужило, там в Туле, в центре города, где гладпочтамп, я проходил мимо, вообще не думая об этих там, о политике, какой-то вообще мне было, ну, не до того там, и вдруг вижу, ребят, да, вначале баптистов увидел, там есть нерегистрированный баптист у нас, в Туле, там домолитвенный у них, крючковцы, так называемые, значит, там у них центр всесоюзный, тогдашний, всероссийский, теперь центр баптистов нерегистрированных, и я видел этих ребят, ну, как ребят, ну, моего возраста, может, чуть помоложе, они раздавали там трактаты, фильмы СУС, по-моему, я не помню, там какие-то такие, евангелизационные такие вещи раздавали, и буквально через дорогу от них, на территории почтампу прилегающей, главпочтампу, молодежь, примерно тех же самых лет, ну, помоложе чуть еще даже, помоложе, раздавали откровенно фашистскую литературу, листовки, и там написано, одна из троп, бей жидов, спасай Россию, там и раздавали, представьте себе, я взял и у тех ребят, и у этих взял, что они раздавали, я, значит, ну, как бы еще не знал, что я буду делать вообще с этим всем, просто я много буду, вот, меня застигло это все, и, значит, подъезжает милиция, и они забирают не фашистов, а они забирают баптистов, на фашистов ноль внимания, а они со свастиками такими, но, знаете, вот издалека, как будто вот Третий Рейх, но, а вблизи там уже увидел, да, это не совсем Третий Рейх, это так, что-то такое, нео, там такая стилистическая, такая славянская, какая-то такая, знаете, свастика, и, ну, в принципе, хрен резкий не слащий, как бы, посмотрел, знаете, немного это жутковато было, это сейчас говорить, так, уже более ненормально, но тогда было, ну, вообще было, волнительно очень, и, значит, я попробовал поговорить с этим, кто там, этих баптистов забрали, еще забирали еще, ну, я так быстро как раз к ним подхожу, а я в Рясе был как раз, и я к этому майору, и, говорю, там, не помню, как уже обратился к нему, я уже там, ну, вежливо, как я мог, я, значит, сказал, что, извините, ну, так вот, так вот, вот, я священник, православный священник, вы видите, да, и, я, говорю, брал у этих ребят, вот, трактат, и у них ничего такого плохого нет, и прочее, стал говорить, говорю, товарищ мой, вот, 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 ребята рядом стоят, через дорогу, вот, смотрите, что, вот, я у них взял, я показываю, мы листочки эти, да, вот, бей жидов, спасай Россию, потом, смотрите, они не подпольные, там, у них там, телефон, контактный, там, что-то там указано, email какой-то, или что-то еще, то есть, вот, это, вычислить очень легко этих ребят, любому обывателю, даже, тьмори милиционером, вот, говорю, как бы, что-то показываю, знаете, вот, я ощутил такую нелепую картину, как будто я говорю со стенкой, вот, элементы жизни вдруг исчезли, вот, за этими погонами вообще, вот, знаете, говорю, не говорю, знаете, как будто вот, как бы, он меня не слышит, как будто бы, что произошло потом, в следующую секунду, такая картина, он разворачивается от меня, и идет, как будто бы, я не говорил ничего, знаете, полностью игнорировали, притом, такой был настрой воинственный, вот, его там, этих подчиненных, я подумал, если бы я был безряс, я бы, наверное, меня тоже бы туда запихнули, вот, вот, потому что, они очень агрессивны были, вот, вот, он сам, нет, он сам просто ходил, значит, и все, просто проигнорировал, отвернулся и ушел, представляете? Да, и, но потом этим ребятам, этим фашистам, я проповедовал, значит, я еще приметил такую вещь, так смотрю, значит, они раздают, да, ну, вначале я говорю, просто прошел, как бы взял, особо там, несмотря, потом почитал внимательно, потом уже, а потом смотрю на них, и вижу такую картину, ну, как в любой евангелизации, есть какие-то старшие, да, есть какие-то младшие, там, ну, помощники, я смотрю, но в их сатанинской евангелизации была тоже своя структура, ну, ну, так вычислил, вот, чуть постарше люди, да, они стоят, они без повязок, не стоят, но было видно, что они там всем контролируют, потому что эти молодые, время от времени растут на них, то косаки, то подходят, то еще что, а те, они не бритые, они обычные, с виду граждане, то есть, никак не отличишь их вообще, да, значит, без этих вызовов, вызовов в обычной обуви, не в такой бойцовской, но, а эти молодые, они как орудия, представляете, и я потом подошел к этим ребятам, и давай им с ними слово за слово, кстати, один из этих ребят, ну, они все как бы православные, ну, из разговора, я узнал, они все православные, с теми, да, постарше, я понял, лучше вообще, как бы, не заводить никаких разговоров, а вот с молодежью, так, по-свойски, так, я, я, начал, говорить, один из этих парней, он, оказывается, где-то там уже прислужил, при храме, там, и он, он так вот, по-религиозному, так, подошел ко мне, ну, взял благословение, как положено, то есть, я вижу, что он в храме не новичок, а остальные, так, ну, больше светские такие, как бы, ребята, и, обычно, и, что интересно, и я им, ну, так, шуткой-нешуткой, но говорю, ну, ну, чем, типа, занимаетесь, как бы, да вот, говорит, будем, а, чем вечером, чем вечером будете заниматься, как бы, слово за слово спрашиваю, там, говорю им немного о себе, потом говорю, чем будете заниматься, один, прямо, это, не стесняюсь, а будем негров искать, евреев будем бить, не стесняюсь, я, знаете, ну, Я говорю, ну как бы, ну как, что, говорите им? Я не знаю, как им проповедовать. Я начал говорить им. Говорю, вот вы говорите, черный будет негр пускать. Смотрите, говорю, а там полно студентов всяких. А там комендантский час для студентов иностранных. Представьте себе, что после шести, по-моему, вечера нельзя с темным лицом на улицу показаться. Вообще, ну, жуть. В наши дни. Не то, что когда-то, в наши дни. И, не знаю, как у вас в Ростове, не знаю, здесь может ситуация по-другому, но там такая ситуация. И, да, иначе, знаете, что? Я, значит, им говорю, вот вы, смотрите, будете черных искать. А смотрите, говорю, вы же православные. Они, да, православные, православные. Говорю, смотрите, в календаре православной церкви могу назвать вам столько дегров. Только записывайте. Только записывайте. Святые православные церкви. Русские православные церкви. Да, я им давай рассказывать некоторые там такие случаи интересные. Моисей Мурин, тот же самый, из Эфиопии Раньше, дальше в своей родной Африке Никуда не выезжавший, явно был черным Хотя на иконах его часто блондинчиком Голубоглазым рисуют Знаете, это такой был И смелый грех, в Западной Украине, в одном храме Моисей Мурин написано Блондинчик, голубоглазый, такой Рубашечка такая, ну, как бы украинская, не украинская Ну, что такое, знаешь, что такое Как будто парень такой, скапан где-то села Вот, и значит И написано Моисей Мурин Мура, это вообще по-эфиопски Истинно черный, то есть он был Не просто черный, а по преданию он был самый черный Во всей Эфиопии, короче Его самым белым рисуйте Бледный негр, такого не видел еще я, слушайте Вот, значит, и У меня много друзей черных Значит, и я потом Батюшка местом, там, с Львовщиной Львовской области это было Я говорю, ну почему не нарисовать черного Только молчи, отец говорит Если в храме нарисуем черного Это получается, и по телевизору черный И в храм придешь, и там черный Короче Ай-яй-яй Вот такие дела Ну, та же самая Екатерина, там, мученица Там тоже из Африки Там другие святые Кстати, еще на приходе своем Я помню, там это говорил Тоже бабушка В моем, в селе соседнем Там был храм, когда-то В честь Екатерины, мученица И, ну, там один из любовников Был Екатерины Великой И в этом поместье построили храм В честь Екатерины, мученица Ну, как бы там Да, такая очень такая Прямо это, поющая в тердомнике Прямо какие-то истории И вот, значит, и храм Это памятник их Внебрачной связи И вот, значит, но Этот памятник, он как бы Читается памятником В честь мученицы Екатерины И там в каждом дворе В этом селе Я заходил во многие дома И старые, и такие По новей дома Везде среди икон Обязательно мученица Екатерины Это у них храмовый праздник Это у них престол Все село гуляет Даже в советское время Все знали, что на Пасху И на Екатерину Все, бесполезно Кому-то там От комбайнера Там, тракториста Но председателя Все пьяные Значит, я застал их трезвыми Еще Еще было перед праздником Вот Они только готовились К этой массовой побойке Значит, и И знаете, что интересно Я им давай рассказывать Это в декабре Праздник начинается У них Екатерина Я им давай рассказывать Значит, что Вот так вот Бабушки собрались Батюшка приехал Они такие радостные были Я им рассказываю Что там вот Екатерина Она родом из Африки И была Ну, девушка такая Загорелая Вот И она была черная Мои бабушки в шоке Были Как батюшка Она негром была? Ну, наверное Ну, как бы Ну, а че что Они всю жизнь думали Что она русская Да И вот Расизм И антисметизм Это Скажу так Это, как правило Невежество Чаще всего Это невежество По поводу антисметизма Чем хочу завершить Завтра продолжим Значит, я тоже Женщина на приходе Разговаривал Кстати, с этими фашистами По крайней мере Молодежь Вот те, которые были там Ну, кого я видел По крайней мере Они повторяли молитву покаяния Согласились Они согласились с тем Что черный тоже человек Согласились с тем Что Бог Я объяснял Пожалуйста Знаете, друзья Бог не смотрит на лицо человека Он на сердце смотрит Можно Как Мартин Лютер Кинг Я вспоминал Мартин Лютера Кинга Я им говорил Знаете, вот Этот человек Он говорил так Ему тоже многие там говорили О, там черномазый Обезьяна Что-то еще Говорили ему С пальмы с лес Что-то учишь нас А он говорил так Что Я не помню Есть такой перевод Что Как бы Мои обвинители Говорят, что я черный Да Но я говорю Говорю, что Хотя у меня черная кожа Но Белое сердце Но, говорит Я знаю, что Многим обвинители У них белая кожа Но у них черное сердце Говорят Вот Как-то так мысль звучала Вот Очень интересно Бог смотрит на сердце человеческое И Слава Богу Я не знаю, что было с теми ребятами Больше их не видел Потом еще пару раз проповедовал Уже в других местах Тоже в Туле И в Москве Этим ребятам Значит И Особенно после того Как моего товарища В очередной раз избили В Москве Он армянин И Его били С криками Бей жидов Он кричал Я не еврей Его били еще больше За это Второй раз Он тоже отрекся Что он не еврей А третий раз Вот уже надоело Я кричал Да, я еврей Но его почти не били Так потюхали Самое интересное И я с бабушками Там с женщинами Беседовал На приходе Еще своим Последним И я возьми Да и не И я тогда нечаянно Такие темы Зацеплялся Сейчас я специально Часто зацепляю Такие темы Вот еще в разговорах И я вот Как Иисус Как еврей Он пролил Свою кровь Что-то еще Рассказал Какой еврей Ну-ка от этого Вместо поподробнее Они мне говорят Как еврей Ну я Ну как же Мама-то его Еврейка Как Пресвятая Богородица Дева Присная дева Еврейка По паспорту Да вот Она девчонок Была в училище Мы говорили Лен, а кто твой папа? Она цыган А мама Еврейка А ты кто? Да гуская Я гуская Интересно Была семья такая И я говорю Что Иисус Он еврей Ну по маме По крайней мере Точно И если бы Ему дали бы Гражданство В Израиле Он еврей Если бы Во времена Холокоста Его в газовую камеру Запихали бы Точно потому что Он еврей Мама его Еврейка То есть Он еврей Плоть от плоти Народа своего Я объяснил Как мог Объяснил Я все так Знаете Чуть не от Адама Пришлось Очень издалека Так Рассказать Ну как бы Я все По шерсти Так вот Вроде женщины Успокоились Что я ничего Плохого Не имел ввиду И потом Когда Расставались Одна из них Говорит Ой Кстати Заволыч Покатался От этой истории Одна из этих Женщин Говорит Хорошо Батюшка Ладно Иисус Мария Еврей Ладно Но Говорит Наших Петра И Павла Говорит Не трогайте Ой Ой Я думаю Ладно О наших Петре И Павле Потом расскажу Как-нибудь А то слишком много Стресса для одного дня Да Друзья Ну давайте На хорошем Завершим Мы